У кого есть какие замечания? Нет замечаний? У меня есть их. А, пожалуйста, значит есть предложение без замечаний? Ну, нам, Сарь Викторович, есть замечания. Пожалуйста. Да, у меня замечание состоит из четырех частей. Я обращался к вам, заведомо установленные в сроке законом, о том, чтобы включить повестку дня четыре вопроса. Никакой реакции не прозвучало с вашей стороны, на комитетах это не обсуждалось, насколько я знаю. Меня никто не приглашал на обсуждение этих вопросов, поэтому я в очередной раз вынужден зачитать и попросить уважаемых коллег включить эти вопросы в повестку дня сегодня на рассмотрение. Ваша права. Вопрос первый. 29 января 2020 года председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев на сессии республиканского парламента заявил... Извините, можно я... Нельзя, что Иосиф Сталин выслал Калмыков в Сибирь из-за того, что почти все мужское население республики воевало на стороне гипетовской Германии. Спикер подчеркнул, что пособники фашистов были в каждой семье и только в Ростовской области вырезали 160 тысяч человек. Кроме этого, он заявил о 200 тысячах военнослужащих в Советской Армии и мирных жителях, уничтоженных жителями карателями калмыками. Эти и другие слова, его чудовищные откровенные лжи и клеветы были растиражированы в СМИ, цитировались в различных изданиях интернет-пространстве. Эксперты в официальном заключении признали слова спикера Штыгашева о депортации калмыков попыткой разжечь межнациональную рознь. По результатам проверки специалисты признали, что слова Хакасского спикера содержат признаки унижения национального достоинства группы лиц, выделенных на основе принадлежности к этнической группе калмыки. Текст выступления Штыгашева формирует негативный образ этого народа, так как ему вложно приписываются враждебные действия во время Великой Отечественной войны. Депутаты Хакасского парламента обратились к прокурору республики с требованием дать правовую оценку высказываниям Владимира Штыгашева, проверить их на предмет законности и признаков разжигания межнациональной розни и принять соответствующие правовые решения. Отдельно обращаю, что данное выступление Хакасского спикера было произнесено с официальной трибуны государственного органа. В результате этих гнусных и лживых обвинений со стороны Штыгашева, я думаю, каждый представитель калмыцкого народа почувствовал себя оболганным и оскорбленным. Хакасский спикер, оправдывая депортацию калмыков в далекую холодную Сибирь, оскорбил не только живых, он оскорбил светлую память наших дедов и отцов, геройски отдавших своих жизненных за победу над фашизмом. Он оскорбил память о наших близких родственниках, умерших по дороге и самой сибирской ссылке от голода, холода, болезней и тоски. Он оскорбил наших ветеранов, орденоносцев, храбро сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. И это прозвучало на всю страну в преддверии великой даты 75-летия Победы. Вместе с тем вызывает недоумение и удивление официальная реакция наших республиканских должностных лиц и высших калмыцких чиновников из числа руководства Калмыкии. Кроме вялого, беззубого, рекомендательного инстаграмного обращения на своей личной страничке в ответ на явную штыгашевскую ложь к левиту главы республики Бату Хасикова, никакой своевременной, однозначной, адекватной политической оценки на его, штыгашево, явное политическое заявление с государственной трибуны не последовало. Такое ощущение, что все вдруг, как по команде, след за главой Калмыкии, словно воды в рот набрали. Отмалчиваются, по сути, даже те наши республиканские чиновники, которые по долгу службы обязаны были отреагировать на штыгашевщину в первую очередь. И также недалее с принципиальной громкой оценки тот же Совет Старейшин, Союз Казаков Калмыкии, экспертный совет при главе республики, различные ветеранские патриотические организации, советы и клубы. В этих условиях вызывает внимание и чисто человеческое понимание то, что возмущенная и оскорбленная общественность республики Калмыкия, в том числе видя такое отношение официальной республиканской власти на хамскую политическую выходку со стороны руководителя Хакасского парламента выходят на пикеты и митингуют напротив республиканского Белого дома, озвучивают и ставят вполне уместные и обоснованные вопросы, требуя привлечь Хакасского политика к ответственности в соответствии с российским законодательством. В связи с этим я как депутат Народного хурала вношу предложение принять соответствующее постановление нашего парламента и обратиться к прокурору Калмыкии с просьбой дать правовую оценку по усказываниям Владимира Штыгашова и проверить его выступление на предмет законности. Если уж Хакасские коллеги и депутаты это сделали, то нам, оскорбленным и возмущенным представителям Калмыкии, им более необходимо проявить политическую ответственность. Требую рассмотреть данный вопрос на ближайшие сессии я писал, но вот теперь сегодня. Повторяю это требование. Давайте сразу чтобы было все расставлено по своим местам. во-первых, есть время, чтобы поизучать документ. Председатель вносит на рассмотрение только готовые к рассмотрению предложения. Ваши предложения мы все разделяем. В части оценки ситуации, оценки высказывания. Это действительно оскорбление народа и не только колумыцкого народа, всех народов, проживающих на территории. И мы, я, как секретарь регионального отделения, как представитель парламента, вместе со своими коллегами, вас, правда, в это время не было, вы за пределами были, мы посоветовались и приняли решение уже 30-го утром обратиться непосредственно в парламент Хакасии заполучить подлинные документы, не сетевые документы, подлинные документы. После чего обратились к руководству ведущей партии, членом он которого является. Соответственно, согласовано это с другими структурами федеральными и механизм запущен. Механизм запущен и в ближайшее время мы держим на контроле, я, как представитель парламента, значит, я тоже возмущен не меньше вас, значит, и держим на контроле разрешение этого вопроса. И насколько я осведомлен, насколько меня информирует, что это в ближайшее время будет завершено. Нагнетать ситуацию лишний раз, ну, в пользу делали, не в пользу, я не знаю, но то, что мы процесс запустили, именно руководство республики, я, как представитель парламента, вместе с депутатами, вы в это время были недоступны, мы с вами даже посоветоваться не могли по данному вопросу. Поэтому, значит, реакцию в сетях вы все читали, и мою реакцию, и мои выступления, и выступления депутатов, поэтому вот такая ситуация, никто не сидел, так сказать, зажавшись, спрыжавшись и так далее. Мы же государственные органы, мы понимаем меру ответственности. А что касается прокурора, у них свой прокурор есть, он разберется, там идет процесс, там идет экспертиза лингвистическая, все идет. А как депутат вы можете обратиться куда угодно, это ваше право. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, вот моя позиция, она с первой минуты была, и она остается такой. И не надо здесь думать, что самым большим патриотом ставить себя здесь. Пожалуйста. Мы не думаем, мы утверждаем. Я утверждаю, что вы ничего не делаете, все это пустые слова, беззубые, поведение ваше. Ваша партия объявила ему только предупреждение. Мы требуем все возбуждения уголовного дела. И все признаки обвинения просматриваются в его заявлении. Поэтому нужно принять реальные меры и реальные шаги, а не набор слов, которые в очередной раз вы произносите. Но это разговор ни о чем. Сегодня нужно постановление принять парламента, обратиться к прокурору нашей республики, чтобы он обратился в соответствующие органы Хакасии и России. И далее снарядить делегацию парламента, выступить на парламенте Хакасии. То есть дать понять человеку, что мы здесь не мыши, мы не молчим, а ваши эти письма формальные, они никому не нужны. Ваше письмо формальное привело только к предупреждению. Поэтому это все слова. Спасибо. Ну, давайте по закону работать. Пожалуйста, Арсман, чего что хотите. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Алексеевич, пригласенные. Я вот единственное, что хочу сказать, это я поддерживаю Нансир Викторовича, вас, Анатолий Алексеевич, о вашем негодовании по поводу заявления этого Штыгашева. И тоже хочу всем заявить, и вам, Нансир Викторович, что я с первых минут был рядом с Анатолием Алексеевичем, когда все это случилось, тоже я ему в акции газеты связался с этим журналистом, который был непосредственно на этой сессии запросил, и он мне выслал аудиозапись этого выступления. И Анатолий Алексеевич от лица всего народного хурала, не разделяя ни на какие партии, тоже сразу отправили обращение в Верховный Совет Республики Хакасии, сразу же отправили обращение на имя Турчака. И при мне дважды состоялся разговор с замс. секретарем партии нашей Единой России Сревенко. Также я сам лично связывался с коллегами Верховного Совета Республики Хакасии, и там уточнял, когда будет издано его видеообращение с извинениями, и тоже от лица всех наших коллег сам лично обратился к представителям комитета Бастрыкина правило обращения на депутатском банке в интернет приемную и наручно отнес в комитет Республики Калмайки. И тоже хочу сказать, думаю, все здесь сидящие за этим столом и вообще в этом зале разделяют наши сами недоумения, недогадования и на самом деле злобу по поводу заявления и считают не надо сейчас делиться ни на какие партии, просто надо единофронтом все это сделать и все. Уважаемый Алексей Дубрович, пояснить тоже можно? Одну минуту. Очень коротко только давайте. Нам надо по поводу. Я хотел сказать, что раз в этот вопрос поднялся, что реакция была, сказать, что не было реакции, это неправильно, как в Луэвы Республики. Также я хочу сказать, что я как депутат достаточно думы Марина Алексеевна Макубенова. Значит, было обращение от имени Марина Алексеевна в комиссию по этике Единой России, откуда это все пошло. Реально, что сегодня мы имеем в отношении с Тегашу, это выговор ему объявлено, но тем самым как бы я хотел сказать, что вынесено решение. Второе, мною на завтрашний же день было отреагировано на это, хотя я вначале думал, что это фейк. Значит, постоянно представительство в Калмыке, в частности Тарбая Сангаджи Андреевич организовал работу по сбору подписей и была реакция московской, если так можно назвать, диаспоры, калмыцкой, независимо от национальной сети. Также я хотел сказать, что очень много времени ушло на юридическое закрепление, поскольку это было в социальной сети, освещено вот этих материалов, и я со своими юристами тоже уже закончил эту работу 18 февраля, ну и подано заявление в Москве в органы МВД и прокуратуру. Я сейчас жду реакции работы, то есть проведен, который будет проводиться в Хакасии, также нам нужно установить действительно его фактический адрес проживания и обратиться уже в суд. То есть все это требует знаете некоторых юридической техники, поэтому для этого нужно время. Ну а так хотел сказать, что я провел работу не только с депутатами Государственного Думы в Единой России, но и своим коллегам из партии ЛДПР. В частности, была проведена работа и именно фракция, депутаты фракции ЛДПР провели эту работу и в парламенте Акасии. Хорошо. Что хотел сказать, что личное свое мнение, что Штыгашев уже политический труп. Собственно говоря, и по нему решение уже будет. Ну, конечно, право каждого гражданина предъявить ему свои претензии. Спасибо за меня. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот уже фактически идет обсуждение. Давайте этот вопрос включим в повестку дня и нормально его обсудим. Хорошо. Что касается вашего безграмотного заявления о том, что я был недоступен, ну, вы знаете, что такое смартфон, да, при вхождении в любую зону Wi-Fi и в сеть, всегда отображаются все звонки, никаких звонков, никаких сообщений от вас не было. То, что просто вот ваша привычка на публику вот такие вещи пробрасывать, это всегда вызывает просто недоумение. Мы вам покажем звонки от наших работников. Значит, уважаемые коллеги, этот балаган есть предложение прекратить. Значит, совершенно доступен смартфон, одну минуточку. осудить, добиться осуждения стыгашевого, а не ваши вот эти замечания мелкие. Да, ну, это не мы делали, есть органы еще, которые этим занимаются. Уважаемые коллеги, я, значит, чтобы дальше не развивать эту тему и не вызывать неприязнь друг к другу, на этой очень больной теме, я хочу, я считаю, что разыгрывать дальше ситуацию не надо и нельзя. Это никому не нужно, не поможет. А Штыгашева с ним все понятно. Я, может, знаю больше, чем вы. И поэтому так говорю. Поэтому я ставлю на голосование о включении предложения нам, сыр Викторович, о включении этого вопроса в повестку дня. Прошу вас определиться. Пожалуйста, уважаемые коллеги, включен режим голосования. Уважаемые коллеги, результаты голосования вы видите на следующий вопрос не проходит. Давайте следующий в рамках закона.